Это дом кувшинок. Самая жаркая и влажная среда в Киу. Он был построен в 1852 году, чтобы разместить новейшую ботаническую находку — гигантскую Амазонскую Викторию. Сейчас в феврале и пруд почти пуст. Но через несколько недель начнут прорастать самые разные экзотические водяные лилии. Предки современных кувшинок, как мы знаем благодаря окаменелостям, были одними из первых растений, образовавших цветки. Яркие лепестки из видоизмененных листьев завлекали летающих насекомых. Они говорили о наличии очень питательной пыльцы. Благодаря своей форме цветок действовал как простейшая ловушка, заставляя насекомых спотыкаться и натыкаться на репродуктивные органы растения. Таким образом, насекомые переносили на кувшинку пыльцу, которую случайно собрали во время своих визитов к другим цветкам. Теперь растения могли обманом заставлять насекомых переносить пыльцу непосредственно с одного на другое. Своеобразная доставка на дом. Цветок амазонской виктории может закрываться полностью, удерживая насекомых внутри несколько часов, и таким образом гарантировать опыление. Много различных видов растений последовали примеру, и у каждого образовались свои особые цветки, чтобы привлекать своих насекомых посыльных. Конкуренция за их услуги привела к разнообразию растений. Насекомые предпочитали более яркие лепестки, более ароматный запах и цветки с самым сладким нектаром. Появление подобного рода соблазнов оказало большой эффект на насекомых. Они тоже начали видоизменяться, а многообразие форм позволяло лучше использовать потенциал многочисленных видов цветков. Насекомые с большими глазами могли заметить цветки. Мощные крылья могли переносить их с одного растения на другое. А сложные ротовые органы могли добраться до самого глубокого нектарника. Так что растения и насекомые развивались совместно, взаимно влияя на разнообразие друг друга. Тропические леса являют собой сочетание этих процессов и содержат большее количество видов, чем любая другая среда обитания. И...